Всем привет, друзья! Именно зима нас встречает в начале этой серии. Буквально еще вчера я ходил в майке и крутил здесь гайки, а сегодня уже выпал снег. Вот такое бывает. Но я думаю, он в ближайшее время растает, потому что, по прогнозу, опять тепло уже буквально через два дня. Ну, не верится в это почему-то. Так, сегодня мы продолжаем заниматься ханамагом. Сейчас покажу, что я купил. У нас хорошая новость. Купил я два шланга на ханамага. Мне повезло, что в магазине как раз они оказались. Дорогущая штука, но ничего не поделаешь. Теперь я понимаю, почему так стоит дорого арендовать экскаватор, потому что любая запчасть на эту технику стоит больших денег. Также прикупил свечки на шишигу. Так что подкинем сейчас новые свечи, потому что мне не нравится, как она троит, пыхтит. Не должна так работать машина. Ну и будем продолжать заниматься. Установить нам сегодня радиатор, гидравлическую систему. Одним словом, работы очень много, поэтому приступаем к работе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я что-то шишигу запустил, думал радиатор уже ставить. А на самом-то деле нам нужно еще поставить генератор здесь, собрать ремни все, и только тогда все это дело собирать здесь радиатор, потому что здесь сейчас удобно подлазить. Вот, поэтому надо как-то мутить генератор, блин, устанавливать. И вентилятор, соответственно. Сейчас прикину, как здесь что будет у нас стоять, и буду изготавливать вот сюда крепление. Так, решил я не спешить пока что с нашим генератором. Надо сначала нам посмотреть, шланги подходят ли, что я купил. Потому как вдруг придется их менять, если что. Немного длинноватый он, зараза. Если бы было две шестидесятки, было бы вообще супер. У нас один был шестидесятый в наличии, второй – восьмидесятый. Это какая-то линия, которая идет на охлаждение через радиатор. То есть вот что-то охлаждается с помощью этих шлангов. Непонятно только что, но что-то охлаждается. Но здесь попробуем поставить такой шланг. Не знаю. Ну, будем надеяться на удачу. Если из вас кто-то опытный и тут понимает что-то, блин, пишите нам, что я не так соединил, если что. Я немного переживал, что конуса не совпадут. Вот, ну, все совпадает вообще четко. От руки накручивается. Шланги все зажал. Единственное, за что буду переживать, естественно, что я не соединил там насос в насос. Знаете, один насос будет качать в другой. Здесь их стоит штук пять, наверное. Может даже и больше. Они один в одном, так вот. Ну, надеюсь, здесь есть какая-то защита от такого вот непрофессионального ремонта. Ну, как говорится, от дурака. И ничего тут не разорвет у нас. Ну, посмотрим. Продолжаем. Наверное, все-таки сейчас продолжим с генератором. Шланги наши стали. Я убедился. И теперь мы можем дальше спокойно продолжать работать. Пытаюсь изобретать велосипед. Сейчас мы его изобретем. Явно. Если выживет генератор, конечно. Я думаю, как-то вот так должен стать генератор. Взял зажимные плоскогубцы. И, наверное, вот такое решение будет принято. Вот здесь его поставить. Мне кажется, то, что надо. Натяжение будет за счет вниза. Все будет работать. В плоскость как вот попасть, блин, конечно. Сложно будет. Но попробуем. И нужно заказывать ремень вот такой меньшей длины. Изготавливаю наш кронштейн. И вы знаете, это отнимает очень-очень много времени. К сожалению. Пока сделаешь то, пока то. И вот просто тратишь очень-очень много времени. Но от этого никуда не деться. Мы строим эксклюзивные проекты. И поэтому приходится изобретать. Причем изобретать постоянно. Это будет втулка, направляющая генератором. То есть то место, то самое место, куда будет одеваться генератор. Думаю, достаточно. Все. Сейчас отрезаем нашу заготовку. Торцанем ее ровно в 70. И я думаю, можно дальше варить нашу конструкцию. Идеально. Старые автомобили мы зачастую покупаем для души. А на каждый день идеально, конечно, иметь себе новенький автомобиль. Да, на них сейчас цены ого-го какие. Но есть все же способ, как купить машину выгодно. Заходим на сайт автоспот.ру. Просто выбираем марку и модель. И перед глазами у вас появятся все предложения, которые существуют на данный момент в вашем городе. Причем, если вы нажмете на вкладку «Сниженная цена», то сможете увидеть, из чего состоит скидка. Кредит, трейд-ин или при покупке за наличное. Ну а если в вашем городе нет хорошей скидки, то не беда. Можем выбрать, к примеру, соседний город и глянуть, что их дилеры предлагают. Не игнорируйте этот способ, ведь разница в цене может достигать 200 тысяч рублей. А после того, как нашли автомобиль, просто оставляйте заявку в два клика, чтобы забронировать за собой цену и отправляйтесь за машиной. Все вот так вот просто. А на сайт автоспот.ру ссылку я оставил в описании. Заходите, пользуйтесь. Не знаю, сколько времени потратил, но вроде бы выставил нормально. Вот он так вот ходит. И относительно шкивов более-менее ровно. Это очень важно. Как в эту попасть плоскость, это всегда вопрос, но, по-моему, удалось. Вот если так смотреть, вот по шкиву, можно видеть, что он ходит хорошо, по помпиному шкиву. Вот, если я отвожу, он плоскость не теряет, значит, все будет четко. Наверное. Но строить кастомные проекты, это всегда сложно. Эксперименты, это всегда долго, дорого и очень часто безуспешно. Но в нашем случае, удача на нашей стороне, поэтому сейчас мы тут прихватим, обварим все это. И будем продолжать установку. Как раз приедет ремень. Потом сделаем еще, нам натяжитель нужно будет, наверное, вот сюда его сделаем. Этот болтик у нас, видите, заломан. Попробуем его выкрутить, если удастся, открутим. Варил весь кронштейн по кругу, сейчас остынет. Зачищу его, и все. Крепление генератора будет готово. Пробую выкрутить заломыш. Пока что безуспешно. Мы свое призвание не забудем, смех и радость мы приносим людям. Установил здесь отверстие, нарезал резьбу, ну точнее старую установил. И мы теперь его сможем использовать для натяжителя в том числе. Идеально. Кронштейн готов, краска высохла. Сейчас покажу вам. Вот такой кронштейн. Все по заводу. Практически в оригинале. Кстати, приехал ремень, сейчас сразу его и примерим. Ух ты! Почти. Боюсь, с компрессором возникнут нюансы. А может и нормально будет? Надо короче, а то у помпы малая очень будет буксовать помпа. В целом все нормально, но единственное, ремень, конечно, длинноват. Решил я подождать. Перезакажем, сделаем другой заказ. И я думаю, будет работать. Сюда сейчас зажму, я закручу. Наверное, натяжитель нужно будет здесь делать. Но это мы пока что оставим, потому что непонятно, какой будет ремень и какой длины нужен натяжитель. Это пока что мы оставим. Раз сверлил отверстие, попытка номер два. Зажал пропеллер. Один болтик не смог наживить, но я думаю, этого крепления предостаточно для такой нагрузки. Ремушки тоже вставил. Нужно что-то придумать с натяжителем. Этим мы обязательно займемся. А также подключил компрессор. Давление масла и слив тоже есть. Сейчас занимаюсь выключателем массы. Пока здесь нет радиатора, здесь удобный доступ. Я могу сделать массу. Буду ставить массу советскую. Вот такую. Только что снял ее с Кунга. Сделана в СССР. Самая надежная масса, которая существует. Вот. И, собственно, потихоньку движемся. Вот снял кронштейн. Здесь стояла иномарковская. Но она, к сожалению, пришла в негодность. Сейчас здесь попытаюсь просверлить отверстие. Под нашу массу. И зажмем ее, прикрутим. Вот здесь она будет установлена. Вот. Здесь есть возможность открыть окошко. Нажал массу, включил. И, пожалуйста, запускай мотор. Пробуем просверлить дырку. Не знаю, как это будет выглядеть без направляйки. Но сейчас попробуем. Начал искать корончатые сверла. И нашел максимум диаметр 53. У массы же у нашей диаметр 55. И, вы знаете, пришла светлая мысль. Зажал нашу пластину в токарный станок. Вот таким образом. Каким-то странным образом. И у меня получилось. Сейчас болгаркой обработаем все это дело. И будет работать. Как по заводу, можно сказать, даже. Мне кажется, идеально. Что ж, мы можем почти уже устанавливать наш выключатель массы. Здесь я зачистил посадочку. Там все зачищено. Прикручиваем. Огромная благодарность Виктору. Немецкая клемма. Которую нам он подарил. И она будет установлена на немецкий погрузчик. То есть, все у нас в оригинале. Я сразу прикидываю, как будет оптимально, чтобы это все было установлено. И длина была подходящая. Подходящая. Все. Выключатель массы готов. Все работает четко. Так, сейчас мы с вами заглянем в кабину. Что я вижу здесь? Отключена печка какая-то. И хочу сейчас посмотреть, есть ли у нас возможность подключить вообще стартер. Есть ли там выход. Снимем панель декоративную эту. Пена. Монтажная присутствует. Вот. Видите? И дырка прям, ну прямую. Ну, видимо, здесь какая-то резинка была. Резинка рассохла, скорее всего. Ну, так в основном часто и бывает. Вот. И, конечно, тут это создало проблемы определенные. Так, надо еще на 10 вот открутить нам. Так что, видите, пена, значит, тут уже перекупы побывали. Здесь, кстати, у кабины очень мощный каркас безопасности. Вот. Видите? Такая железа очень мощная. Вот лень идти за головкой для трещотки. И поэтому страдают руки. Так часто бывает. Да, здесь, конечно, проводки. Мама не горюй. С этим всем разобраться, конечно, что-то с чем-то. Так вот здесь все выглядит красиво. Спички. Борисов древ. Даты нету, к сожалению. Так, здесь я вижу что-то вот заколхожено очень сильно. Очень сильно. И вот наш замок. Замок мощный такой, блин. Конечно, хотелось бы от него ключик. Очень хотелось бы. Снял вот такую резинку. Просто сверху стоит. И здесь гайка, видите? Такая. Может, я и зря начал этим заниматься, блин. Такое чувство, что у нас осталось только ключ вставить и запустить. Там я просто замерз уже на улице. Сейчас я гляну замок и поедем уже домой. Так, две фишки на замке. Вот такая мощная здесь конструкция. Как нам ее взломать? Ну, попробуем. Да, замок здесь, если бы был ключ, было бы просто обалденно. Может, где-то под козырьком, а? Парни, где здесь может быть ключ от этого аппарата? Под ковриком. Чик! Ключ лежит. Ну-ка, ключ, давай. Ты где? Ага, нету здесь ключей. Много всяких штуциров каких-то нам досталось. В подарок. И вот наш ручник. Видите, в каком виде. Зальем ВДХой, а там потом посмотрим. Всю ночь не спал, думал, как же реализовать здесь натяжители, или как запустить очень ответственный момент, сильно переживая по поводу гидравлики. И вы знаете, как моему тезке Дмитрию Менделееву пришла мысль ночью, как реализовать натяжитель. Сейчас вам покажу. Сюда вот мы привариваем уголок, вот к этой площадочке. Этот уголок будет вот так у нас отклоняться. А сюда привариваем болт, грубо говоря. И болт будет вкручиваться и натягивать, отводить генератор. Все предельно просто. И будет доступ отсюда хороший. Потому что здесь, как вы помните, у нас такая плита стоит. Отсюда будет доступ все это дело регулировать. Мне кажется, прям нормальный вариант. Сейчас отпиливаем уголок вдоль. Длина его чуть меньше этого. И все, я думаю, даже торцанем так, чтобы аккуратненько это все выглядело. И такого способа натяжитель, я думаю, будет работать оптимально. Сейчас глянем, насколько у нас отходит этот компрессор. Так, все отлично. Провар будет и снизу, так что нормально будет. Первый элемент натяжителя нашего готов. Вот сюда он встанет. Сейчас выточим сюда бочонок, который будет упирать вот эту вот конструкцию нашу. Оба элемента нашего натяжителя готовы. И можно варить. Соседи пилят, ветер сильный. Но мы не падаем духом. Вот такой шовчик. Так что, друзья, не зря я на заводе металлоконструкции отработал 20 лет. Качество от сварного шва просто не обсуждается. Немного подзавис с болтом. Сразу не нашел подходящего, как именно, который нам нужен. Пришлось дорезать резьбу. Вот так эта конструкция будет работать. Будет упираться сюда. Здесь один недостаток у нее. Это будет большая нагрузка на вот этот болт. Ну, не знаю. Почему-то, если во сне мне пришла эта конструкция, значит, она должна жить. Ну и заодно проверим, работоспособна ли она. Да, гораздо надежнее система, когда просто натяжитель где-то вверху. Все это менее нагружено, мне кажется. Ну, посмотрим. Ну, что думаете вы? Будет ли это работать все? Пишите в комментариях. Но, как я уже сказал, что если это пришла конструкция во сне, значит, она достойна жизни. Продолжаем дальше. Все, устанавливаем радиатор. Надеюсь, я тут ничего не сломал. Так, нижний патрубок надо сменять, видимо. Так, я его не заведу сюда. Так. Можно наживлять, наверное. Все, радиатор закреплен. Теперь, следующий этап, это патрубки, которые нам нужно сейчас все собрать до кучи, соединить, перепроверить хомутики, ну и состояние патрубков, естественно. Хотелось бы поблагодарить отдельно компанию Техник, которая в свое время, давным-давно, нам прислала огромное количество силиконовых шлангов, хомутов, которыми мы пользуемся до сих пор. Если вы где-то что-то покупаете, то обратите внимание на компанию Техник. Эта сторона у меня готова, все хомутики зажаты. Единственное, не нравится мне вот здесь конструкция, но ничего не поделаешь. Здесь по-другому никак. Вот, возможно, либо здесь будет протираться. Там, в местах, где протираться будет, я вот такие штуки одел, бандажи там надел. Потом хомутиками скрепим, но это чуть попозже. Так, верхний, ну тут не проблема патрубок. Вот. А также нужно будет нам пока что временно запараллелить печку. Ей мы, естественно, пользоваться не будем, потому что ее нет, ее сняли. Это хомутик отсюда. И, кстати, маленький. Взять побольше надо. В общем, в таком формате сейчас будем трудиться. Запас хомутик у меня достаточно большой. Пока что с этим проблем не возникает. Так, вот его сюда. Потом сюда. Одной рукой я здесь не сделаю. Ничего. Давай. Сейчас вы окунетесь в экшен. Патрубка одевания, блин. Давай. Ладно, все, хватит болоться. Надо. Миллиметр остался, еб. Твоя красота. Потихоньку начинаю уже собирать гидравлику. Два шланга закрепил. Верхний, нижний. С нижним провозился. Ни в какой он не хотел. Ну, невозможно было наживить. Правда, потом помучился. Наживил все-таки. Так, запараллелить печку. Надо вот здесь. Патрубок. И соединиться. Либо просто там открутить. Генератор у нас можно снять без проблем. И запараллелить этот участок. Чтобы отсюда вода не лилась. Наверное, сейчас сделаю сразу. Чтобы потом не забыть. Да, хомутик откручу. Шланг одену кусочек. Сейчас сделаем. Соединил компрессор. Сюда вот вывел шланг. Ну, и здесь генератор еще установим. Да, все плотненько, но по-другому никак. Пока что ремня еще нету. Но скоро ремень приедет. Надеюсь. Сейчас подсоединю обратку. У нас вот два выхода. Один и второй. Это подача. А вот это обратка. Сейчас нам нужно проверить. Будут ли у нас какие-то утечки. Критичные. Я думаю, не должно бы быть. И потом вскроем ядравлический бак. Посмотрим, что там происходит. И после этого зальем все недостающие масла в агрегаты. И будем пробовать запускать. Мне очень страшно. Честно. Очень волнительно. Но думаю, все должно быть нормально. Так, заливаем потихоньку. Одна утечка у нас была. Здесь хомут недожатый был. Но так пока что вроде бы все по плану. Где ничего нету. Ну, главное, чтобы в поддон не пошла. А это мелочь. Мама. Ох, завод. Здесь все выглядит вот так. А что это такое, я не знаю. И вот это некрасивая ржавчина явно. Ну, я так понимаю, это фильтры, может, какие-то. Сейчас их вытянем. Вот, открутим два болтика. Кстати, масло чистое. Очень хорошее масло. Вот тут надо посмотреть. Здесь как раз самое днище. И можно рукой залезть. Наверное, мы туда залезем. Посмотрим, есть ли там грязь. Вот рукой попробую. Ну, а что делать? Надо как-то проверять там состояние. Значит, эту колбу нам надо почистить немного. Там внутри некрасиво. Ну, и сейчас залезу, посмотрю. Но в целом ничего критичного. Нашел вот здесь болтик. Сейчас его откручу. Возможно, смогу слить это масло. Все-таки принял решение, что более правильно будет слить масло и залить свежее. Хотя бы не будет конфликта. Там масла немного. Заодно протрем все. Ну, если сольется. Если нет, то оставим. Нифига нету, шарик там какой-то. Сейчас нажмем, вставим отверточку туда. Все будет нормально. Сольем. Пусть потихоньку сливается. Сливается масло. Его там достаточно много. Кажется, что немного. Хотя на самом деле там его порядочно. Ну, пусть сливается. Пока что мы сможем залить масло в наши другие механизмы. Начнем с коробки. На щупе я проверял. Там было прям чуть-чуть хваталось. На самом кончике вот. Ну, видно чуть-чуть. Сейчас зальем. Прям чуть-чуть попробуем и посмотрим, появится или нет. Далил порядка 8 литров. Только после этого масло появилось на щупе. Ровно уровень. Все, пошли дальше. Опа. Очень медленно заливается масло. Щуп тоненький. Потихоньку-потихоньку буду лить. Примерно вот с такой скоростью идет. А кто-то приехал из рейса к нам. Юра что ли? Да. В общем, у нас большая проблема. Начал заливать привод насосов. И оттуда льется откуда-то ручьем. Откуда пока не могу определить. Но это большая проблема явно. Будем сейчас смотреть. Прежде чем лезть в распределитель насосов, решил здесь навести порядок. Потому что все капает на голову. Нужно здесь все дочистить. И потом будем разбираться, что у нас там за проблем. Бак я весь очистил. Все идеально здесь выглядит. Масло заливать не буду, потому что возможно его придется нам демонтировать, чтобы добраться до привода насосов. И найти причину, откуда там может что-то плыть. Вот сейчас попробую залезть под низ. Посмотреть, может быть я там что-то увижу такого необычного. Такие новости, друзья. Очень-очень скучные новости. Собрал здесь гидробак я. И пока что не могу найти причину, откуда плывет масло. Решил снять крыло. Возможно, когда сниму это крыло, то появится доступ, чтобы посмотреть, откуда у нас там плывет. Под гидробаком нам нужно вот как-то глянуть. Такое дело, откручиваем здесь туча гаек. А вон сколько их здесь. Попробуем открутить. Открутил я крыло по периметру. Сейчас попробую его отсунуть. Но скорее всего придется запускать шишиху. Юра там греет стремянки, поджимает. Но это жопа полная. Самое главное, что это был последний этап, когда уже осталось только залить масло в эту коробку, и можно запускать мотор. Ремень еще поставим. Напильник вывалился откуда-то там. Ну, в общем, что снимал крыло, то зря. Никакой тут доступ не открылся. Вот, блин. Ну, видимо, придется снимать бак. Юру просил чуть долить. Где-то с самого низа плывет. Может, тупо, знаете, сливная пробка не зажата. Но до нее никак не добраться. Я не представляю, как это должно выглядеть. Где-то вот там это проблема. Сейчас еще положу, может быть, что-то найду. Нет, значит, будем приподнимать гидробак, хотя бы пытаться. Проблема в чем снять гидробак? В том, что к нему запитаны все насосы вот там, с торца. И туда не подлезть. Вот этот насос тоже сидит. Просто штатно прикручен к гидробаку. И здесь, чтобы что-то сделать с этим гидробаком, ну, я не представляю. Тут объем работ колоссальный. Ровно столько я смог поднять. Шишига уже внимается в небо. И ни хрена тут не видно, блин. Ё-моё. Очень натянуто уже. Дальше опасно. Что ты будешь делать, а? Ладно, сейчас сюда посвечу, может, что-то увижу. В общем, чуваки, ситуация сложная. Сейчас заряжаю эндоскоп. Попробую залезть, попытаться туда эндоскопом посмотреть. Но, если честно, я не понимаю. Конечно, это печаль. Когда я ставил двигатель, нужно было РПН. Ну, во-первых, его нужно было наполнить маслом. Да, это моя ошибка. Наверное, так. Наполнить его маслом. Ну, кто мог подумать, что вот так может быть? Надо было его наполнить маслом и проверить. Вот. Я бы его мог тогда поданкратить и легко определить причину. А сейчас причину, чтобы определить, нужно опять либо поднимать мотор. Ну, его вынимать, скорее всего, надо. Что его поднимать? Ну, ладно. Может быть, еще что-то получится определить. Пока еще повозимся. Посмотрел я эндоскопом, залез. Фотография есть. Ну, я здесь смотрю, по-самому не совсем понятно. Вот дырка в корпусе. Вот эта отвальцовка, знаете, как типа подшипника. Просто тупо большая вот такая какая-то дырка. Там то ли заглушки какой-то нету, то ли что. Я сам не пойму. Возможно, была вода. Водой выдавила эту заглушку внизу корпуса. И теперь вот такая проблема. Не знаю, что еще думать, если честно. Но где-то я здесь находил, кстати, такую заглушку. Вот валялась она в грязи там. Ну, возможно, это она. Не знаю. Так что пока не знаю, что дальше делать. Порылся в грязи. Нашел вот заглушку. Скорее всего, это она. Просто вот водой выдавила. 80% даю. И она лежала на раме. И когда Керхером там мыл, я ее просто сбил вот на землю. И оставлю на это. Так что вот такие новости, друзья. Новости печальные. Этой проблемой мы, скорее всего, уже займемся в следующей серии. Ну, я не знаю. Очень сложные у нас проекты почему-то. Ну, вот не идут и все. Зилокран этот просто вынес уже мозг. Сейчас Ханамаг начинает выносить мозг. Но рано или поздно это должно закончиться. Поэтому вы уж не обессудьте. Но с вас, конечно же, поддержка, лайк, ну и комментарий. Только хороших людей на жизненном пути. Всех благ и всего самого-самого наилучшего. Я не унываю и не сдаюсь. Тут главное не падать духом. Увидимся в следующих сериях.